Эмили в Париже Эмили в Париже Эмили в Париже Эмили на турнир Ника Пополо Он играл за Италию И они вновь почувствовали ту искру Что возникло на Рождество Отчасти это произошло из-за того Что Джен сказала Эмили Будто Габриэль по-французски заявил Что больше не хочет ее видеть Что на самом деле было неправдой Показывая, что она немного подливала масла в огонь Она восхищалась Эмили И ее достижениями Но похоже хотела стать ею А это значило оставить Габриэля себе Общение было главной проблемой Габриэль с Эмили Так как он чувствовал, что она не старалась говорить на его языке Что в итоге стало очень важным в конце последнего эпизода К концу сезона мы увидели, как Эмили навестила Марчелло в Риме И у них возникла сильная связь Это было то новое начало, которое искала Эмили Проводить время с тем, кто ей дорог Брать отпуск и погружаться в новую культуру И знакомиться с новыми людьми, чего она не делала уже давно Однако, поскольку Марчелло отвечал за люксовый бренд И они планировали продажу GVMA Сильви хотела опередить их И начать сотрудничество Что поставило под угрозу отношения Эмили и Марчелло Так как он подумал, что Эмили относится к нему Как к потенциальному клиенту А не хочет быть с ним из-за своих чувств Его компания была о семье и инвестициях в родную деревню Что шло от ценностей, привитых отцом Планируя продажу GVMA, он понимал, что компания потеряет человечность Которая раньше была ее главной ценностью Эмили снова подняла этот вопрос, видя, что значит для него компания Хотя он и отреагировал не очень Мать Марчелло хотела помощи А Джонс Гратуар в расширении Веря, что они понимают ценности их компании По условиям, Эмили должна была остаться в Риме вести дела Работая с Марчелло и его матерью Чего она сначала не хотела Но в итоге она в римской квартире с Марчелло Показывая, как изменилась ее жизнь всего за три серии Теперь шоу, по сути, Эмили в Риме Судя по удалению Парижа из ее инстаграма Так что все точно будет меняться С этим связано то, что Габриэль, наконец, получил звезду Мишлен для своего ресторана Он был рад, но не мог не чувствовать, что не хватает Эмили и что она должна была разделить с ним этот праздник После его голосового сообщения она ответила тем же Сказав, как она им гордится, все на французском Это показало, что она старается и приняла то, что он ей сказал Габриэль понял, что, возможно, слишком упрямился, не впуская ее обратно в свою жизнь И захотел перемен Последнее, что мы видели, он стучится в дверь Минди, чтобы узнать, где именно Эмили остановилась в Риме Чтобы отправиться туда с намерения вернуть ее, что, вероятно, будет в центре внимания пятого сезона шоу Основная тема сезона – баланс между бизнесом, удовольствием и любовью Габриэль и Эмили всегда жертвовали любовью ради карьеры, что также отметила Сильви в этом сезоне Однако Эмили и Марчелло показывают, что можно гармонично сочетать и то, и другое Хотя Эмили и Марчелло – хорошая пара, я думаю, что Эмили и Габриэль – конечная цель И они будут вместе История Минди тоже приняла новый оборот, что соответствует общей теме Николь почти стыдилась Минди за ее участие в Евровидении и выступление в Crazy Horse Он чувствовал, что это портит его репутацию и шансы стать CEO в GVMA Она рассталась с ним, а в Риме спела на улице Видео стало вирусным Это открыло перед ней множество новых возможностей После провала на Евровидении она решила участвовать в шоу талантов в Шанхае Жаль, я думала, они с Бенуа будут вместе Они хорошая пара Но, видимо, сейчас им не суждено быть вместе Мой отзыв об этом сезоне Вторая часть четвертого сезона была довольно хорошей Мне она понравилась больше первой, там больше событий Но из-за всего пяти серий сюжет кажется немного рашт Например, мало времени уделили Люку, Камиле, Габриэль и Джулиану А ведь эти персонажи часто делают шоу интересным Я был в замешательстве, ведь не помню, чтобы Люк расстался с девушкой в первой части А тут ее нигде нет Хоть за Марчелло и Эмили было интересно следить, их химия не очень убедительна Да и их отношения, на мой взгляд, прописаны не так уж хорошо Марчелло метался как Йо-Йо, то не верил Эмили, то менял мнение и возвращался к ней Так что мне это не особо понравилось Честно, не знаю, сколько еще Эмили и Габриэль будут то сходиться, то расходиться Габриэль едет в Рим за ней Это ли не финал их истории? Такой жест многое значит Если и после этого не выйдет, пора бы им отпустить друг друга Сюжетная линия Минди в этой части сезона меня немного разочаровала Я надеялся, что мы бы увидели ее выступление на Евровидении Но, наверное, понятно, почему этого не случилось Это было бы сложно показать на экране Хотя песня, которую она пела на улицах Рима, была довольно неплохой Появление Джен было интересным и нужным, но не привело ни к чему существенному Она немного всколыхнула ситуацию, но недостаточно сильно Хотелось бы увидеть соперничество между ними Может, оно начнется теперь, когда Эмили в Риме Возможно, Джен займет место Эмили и будет делать ее работу Кажется, Шоу немного устало Мы видели похожее на протяжении четырех сезонов И, похоже, то же самое будет в пятом Габриэль преследует Эмили, но она с кем-то другим Только на этот раз действие будет происходить где-то потеплее Эмили в Париже, похоже, один из хитов Netflix И я не думаю, что это дорогое шоу, поэтому платформа может выжимать его, пока не останется ничего нового Это легкий, приятный сериал, но не хочу, чтобы качество упало или стало скучным, что, кажется, уже происходит Эмили в Риме добавит свежести, но, возможно, это будет финальный сезон Думаю, это было бы уместно Вот и все Объяснение концовки четвертого сезона Эмили в Париже Часть 2 Полный разбор четвертого сезона Эмили в Париже, смотрите Нажав на карточку